Всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Android Setup, и в этом видео я вам расскажу о OnePlus 9RT. И на сегодня он стоит порядка 44-45 тысяч в интернет-магазине Q. Они мне его предоставили, соответственно, на них будет первая ссылка в описании. И смотрите, что мне в нем сразу понравилось. Это его цвет, ну, точнее говоря, название цвета, как написали, Hacker Black. У меня, кстати, 12256. Но это, наверное, все, что у меня в нем понравилось. Сразу скажу, что вот все, что я расскажу, это мои какие-то субъективные впечатления о смартфоне. Потому что я давным-давно, когда еще был 3T, потом у меня была пятерка, потом была 5T, потом шестерка, потом вот сейчас у меня даже есть 7T. Я все мечтаю где-нибудь себе взять 8T Cyberpunk Edition, пока он стоит все равно дорого. Вот, 8 Pro был, 7 Pro был, 9, 9RT, 9 Pro, все это было. И вы знаете, вот 9RT, я почему все это сказал? К тому, что вот это, это не OnePlus. Прям совсем не OnePlus. Это, не знаю, Realme какой-то. Ну, обо всем поподробнее. Сразу скажу, что вот коробка, да, она мне показалась странной, потому что она немножечко уже, даже немножечко уже, чем у 9RT. Ой, у обычной 9R. А 9R это как бы такой, знаете, бюджетный сегмент. Вот, но он RT на сегодня стоит дороже. И сразу вот ты открываешь коробочку, сразу, что портит впечатление? Я не знаю, камера наверняка это не передает. Но, во-первых, смартфон к вам лежит лицом. Обычно OnePlus и 9 серии, они все лежат к вам камерой. А тут почему-то лицом. Наверное, все-таки не просто так это сделали. О смартфоне чуть позже. Вот, сразу о комплекте. Ты его открываешь. Я когда увидел вот эту вот штуку, потому что в OnePlus'ах они картонные. Они такие, знаете, благородные. OnePlus'ы это все-таки убийца флаг. А тут ты берешь и... И это пластиковая. Не могу сказать, что это прям, вау, сильно плохо. Но вот как-то я, человек, который, ну, в принципе, как-то уважает OnePlus'ы, да, я, несмотря на то, что я их снимал, что я их там засирал и все такое, да, я за дело все это говорил, по делу. Я что-то смотрю на вот эту картошку. Ой, картошку. Вот эту вот пластико-картоново переработанную. Ну, короче, фигня, да. И к тому же, смотрите комплект. Ну, что это такое, да? Да, это нормальный... Нет, это не нормальный чехол. Обычно у OnePlus'ов хорошие силиконовые чехлы. А вот это вот, это уже какой-то истинно какой-то дешман, да. Когда ты понимаешь, что если ты покупаешь OnePlus, тебе не надо покупать дополнительный чехол. Но, вот это прям хламотень. Вот, серьезно. Вот. Ну, окей, не можно пользоваться. Но это даже хуже, чем в Xiaomi Poco X3 Pro. Серьезно. Дальше, по комплекту. Ну, кабель, спасибо. USB-C. Зарядочка на 65 Вт. Все классно, как бы. Хорошо. Вот это, кстати, она тоже пластиковая. Как видите, она... Ну, там, там, смотрите, что. Короче, прям, не знаю. Вот первое у меня ощущение было, я когда распаковал его, ну, я купил китайскую копию OnePlus'а. Вот конкретно этот цвет, который Hacker Black называется, он немножко с закосом. У Прошки есть такой цвет Astral Black, по-моему. Короче говоря, это такая, знаете, матовая поверхность, я не могу сказать. Я специально не читал, не смотрел никакие другие обзоры, понятия не имею, что это за материал. Но прикольно, зато безумно скользко. Да, по органам управления все нормально. И вроде бы, ты берешь OnePlus, и, ну, это OnePlus, все нормально, все хорошо. Но первое, что я проверяю в смартфоне, да, особенно в OnePlus'ах, поддерживается ли технология Мэйчель. И среди девятой серии OnePlus'ов это единственный смартфон, где технология Мэйчель не поддерживается. То есть тут нельзя вывести изображение через кабель на экран. Это я понимаю, что кто-то скажет зачем, но большинство людей, которые меня смотрят, они знают, что это важная вещь для тех, кто стримит со смартфонов. А тут этого нету. Возможно, этого нету, потому что тут ColorOS. Возможно. Я не перепрошивал Oxygen, я читал там 4PDA, вроде как, ребята, уже можно перепрошить там на Oxygen, но я этого не делал. Я, когда его первый раз включил, я смотрю, я как бы его, когда первый раз включил, еще не знал, что здесь ColorOS. Короче, 9RT отличается сразу, с коробки. То есть, смотрите, у него не просто какой-то белый экран, а тут квадратики такие еле видные, на которых, я так понимаю, это привет на разных языках. Окей. Изменился шрифт. Я сразу вот смотрю, изменился шрифт, окей. Ну, короче, вот это вот меню первое, оно тоже немножко изменилось. Вот это вот теперь сильно поменялось, я не помню такого пункта в OnePlus. И теперь, что удивительно, ты не можешь активировать OnePlus без подключения к интернету. То есть, теперь обязательно нужен интернет. Я смотрю, думаю, а что это какой-то странный шрифт, какое-то странное начало смартфона. Я так немножечко опешил, я как бы ждал. То есть, всегда T серия OnePlus, она всегда такая, знаете, и вроде бы дешевле, чем Pro версии, и вроде бы круче, да, чем обычные. А в этом случае я беру T-версию OnePlus, и у меня что-то как-то такое, знаете, такое ощущение, типа, а что это такое? Но, не все так плохо, я сразу захожу в звонилочку, захожу в три точки, настройки, запись разговоров. Все классно, можно записывать, я всегда этому радуюсь, тут это есть. Ну, это, наверное, единственное классное, что тут есть, да, на фоне того, ладно. Короче, менюшечка уже, так, они пытались, да, чтобы, как бы, не знаю, пользователи, ну, типа, смотри, это отдаленно, если смотреть, не знаю, каким образом похоже на Oxygen. Нет, не похоже. Тут есть куча своего какого-то хлама, из всего этого хлама меня заинтересовало вот это приложение, которое называется O-Roaming, да, я так до конца не разобрался, как оно производится. Насколько я понял, если кто-то шарит в этом лучше, чем я, это тип того, что ты можешь без симки, либо тут какая-то есть стройная симка, или это инфа не сотка, это я так думал, да, что, типа, ты выбираешь тариф, выбираешь тариф, оплачиваешь его каким-то образом, и без симки можешь разговаривать в той стране, которую ты выбрал, причем тут был бесплатный вариант, да, тут в гайде сейчас покажу, был бесплатный вариант, я его активировал, оно нифига не заработало, связь не появилась. Такое ощущение, что это Realme, знаете, вот эти вот там Neo 2 или GT5, вот, серьезно, вот у меня сложилось впечатление, что Realme. Если говорить по поводу камеры, у меня в конце ролика будет отдельный блок, посвящен сравнению фотографии с S21 FE, и после этого блока у меня будет блок примеров видео, про синтетику сразу, не отходя от кассы, Antutu, шикарный результат, 4742 тысячи, при том, что тут Snapdragon 888, 12 гигового оператива конкретно в этой версии. Посмотрите результат троттлинг-теста, это стандартный троттлинг-тест, это троттлинг-тест 100 потоков, как бы, причем, смотрите, у стандартного начался 229, а у 100 потоков начался 314. Судя по вот этой информации, типа он для игр должен подходить хорошо. Нифига! Вообще просто нифигашечки! Сейчас я вам покажу, какие настройки доступны в играх, да, чтобы никто не говорил, смотрите, захожу в раздел экрана яркость, частота обновления у меня стоит максимальная, да, и многие уже, наверное, понимают, к чему я это веду. Итак, Pull the Jack Mobile, захожу в настройки и в раздел графика, и что я тут вижу? А я тут вижу максимум 60 кадров, ну, то есть, максимально доступные настройки, такие же, как на Poco X3 Pro. Итак, третий заход, наконец-таки, я надеюсь, сейчас можно будет зайти, да, графика, как вы видите, стоит очень низкий, без ограничений, и тест-драйв. Сейчас я переверну. Ограничение экранов 60 кадров, и это будет во всех играх. Кто-то скажет, ну, можно же снять ограничения, это, типа, что ты начинаешь, там вот J-Tools есть, там вся, во-первых, это ColorOS, во-вторых, смартфон, который стоит под 40 тысяч, я, когда покупаю, должен еще заморачиваться с какими-то штуками, чтобы разблокировать экран? Вы что, серьезно? Зачем, если я могу просто купить другой смартфон, и там все будет с завода? Любой, причем за 30-ку. Даже тот же самый 8T. Итак, смотрите, в танках доступно 120, да? Доступно 120, настройки я поставил минимально низкие. Я переворачиваю, и 60 кадров, да? 60 кадров, так, тут же, по-моему, у него есть своя. Свой счетчик, свой счетчик что показывает? Свой счетчик тоже показывает 60 кадров, при том, что в настройках я выставил 120. Звук изображения, и максимум, что мы можем получить, это 60 кадров. Ну, тут хотя бы честно, в настройках доступно 60 кадров, ты получаешь 60 кадров. Счетчик выставлен, раздел видео, 120, окей, давайте посмотрим, как на самом деле это работает. Работает это вот так. Мы получаем максимум 60, да? Потому что тут экран долбится в 60. Ну, давай, покажи, собственный счетчик, что-то тупит, как не знаю кто. Короче, для игр, несмотря на великолепные показатели Antutu и Trottling Test, я бы его не рассматривал. В остальном, вы скажете, ну, они для игр. По автономности он тоже довольно-таки быстро садится. Мне как-то не понравилось, что вроде пока он в автономии, ну, то есть просто ты не пользуешься, он лежит, он там ничего вроде в фоне не садится. Как только ты начинаешь с ним пользоваться, там что-то скачивать, устанавливать, настроить, сразу потекла батарея. Ну, а по фоткам, по видео, я вам сразу скажу, мое мнение, не фонтан. Фотографии, которые начинаются циферно, вот видите, с цифр начинаются, это фотографии, сделанные на Samsung. Дальше, соответственно, фотографии, которые начинаются с IMG, видите, в первой IMG, это фотки, сделанные на OnePlus 9RT. Да, тут даже 5G дописали, вау. Также, как я и говорил, наверное, или не говорил вначале, у меня два варианта ночных фото. Это ночные фото, просто ночные фото, сделанные на обычную камеру. Затем, ночные фото, сделанные в режиме ночь. Ультраширик, погнали сравнивать. Мне кажется, просто так интереснее, а не так просто смотреть на фотки. Первое, что я вижу сразу, это значит у нас Samsung, это значит у нас 9RT. Мне кажется, что вот на Samsung здание у меня что-то сильно заваленное получилось. Ну да ладно, давайте посмотрим, как в принципе оно выглядит. Ну, как мне кажется. А, вот нет, тут тоже все-таки немножко деревья повалились. Да, если их отдалить, оу, у девяточки разрешение фоток-то повыше и тяжелее фотка. А тут на ультраширик 4х3. Вот оно что. Хоба. Но, если мы приблизим, мне кажется, никакой разницы. Вообще. Основной модуль. Так, а чё у меня здание падает? Странно как-то. Вот тут почему-то ровное здание, а тут почему-то падает. Оу. Опять же, у Samsung ниже разрешение, но не на сильно меньше размер фотографии. Так, давайте приблизим. Найдем какой-нибудь кондиционер, по которому... Вот, вот этот родной. Вот он он. Да? Да, вот этот большой. И вот как мне кажется, на Samsung этот кондиционер, ну, именно этот получился получше. Ну, а в целом, так же мне кажется, что фотки одинаковые, хотя у них... А чё это? Подождите. 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 А, тут незначительно больше разрешения, поэтому не сильно так видно. Окей. Окей, окей. Ну, вот я смотрю, вот, не знаю, напишите в комментах, если я ошибаюсь, что они не одинаковые. Как по мне, вот тут, правда, немножко более растянуто. А тут немножко более квадратное. Но, опять же, мне кажется, я просто схватил не так ракурс, поэтому на Samsung у меня первичный зум. Ну, то есть, там у Samsung это, по-моему, 3X, у OnePlus это, по-моему, 2X. Я уже не помню, какой там X. Но я называю это первичный зум. По разрешению то же самое. По размеру у OnePlus почему-то сильно меньше. И хочу сказать, что если вот смотреть в таком приближении, то картинка на Samsung четче. И она приближена лучше. Вот это вот максимум. По-моему, вот у Samsung это что-то там в районе 30X. А у OnePlus это 10X. Или 12, я уже точно не помню. Ну, да. Как бы. Вот это все, что может OnePlus. Ха, при том, что у OnePlus разрешение фронтальной фотки, оно, как видите, выше. Она тяжелее. И видно, что оно больше. Это OnePlus. И мы, помните, это OnePlus. Это солнце сзади. Одинаковый ракурс. Вся картинка смотрится, на мой взгляд, светлее. Тут прям такое все. Блэ. Но, если мы приблизим, тут много слишком пересвета. И, да не знаю. Одинаково. Да, давайте посмотрим, что у нас по молнии. Эх. Ну, вот, мне кажется, что молния меньше пересвета на Samsung. Да? Но, в целом, тут картинка смотрится поприятнее. Так, окей. Почему же я на Samsung только селфачей подделал? Да, это тяжелее. А, там есть у Samsung такая функция, типа, расширить экран. Я, может быть, из-за этого делал? А у OnePlus почему я делал несколько фоток? А, это разные. Там против солнца. То есть, одна. Да, это с разным размером. То есть, видите, отдаляется картинка. Да, у Samsung есть функция такая. А это, значит, было на солнце. А это против солнца. Вот, то есть, вот эта сравниваться должна с вот этой. Нет, неправильно. А это прям солнце на меня светит. И на OnePlus она и больше, и сочнее, и сразу лицо у меня такое красное. Как-то цвета так. Короче, как-то не... Вот, ну, тут, как по мне... Нет, стоп. Это же один и тот же ракурс, по сути. Значит, тоже на меня должно было светить солнце. Но как-то у Samsung все это темнее выглядит. Значительно темнее. Тут в чем фишка? Это фотки изначально сделаны просто на камеру. Да? То есть, просто это... Вроде как ультраширик. Да, ультраширик. И хочу сразу сходу сказать, что... На OnePlus... Посмотрите, тут как... То ли, может, рукой дернул. Может, еще что-то. Но на Samsung оно все поплыло. А на OnePlus, смотрите, какая четенькая, а? Какая она четенькая по сравнению с Samsung. Но почему-то она какая-то отдает в желтизну больше. Окей. Дальше идем. Это, по-моему, основной модуль. У-у-у! Тут и тут все плохо. Одинаково плохо. А почему? Или это ультраширик? А, да! Вот это вторая фотка была ультрашириком, потому что первая фотка была на обычный модуль. Да? Это значит, обычный так фигово в Samsung снимает. Да, вот это ультраширик. Потому что, видите, здесь какая каша. Да, это ультраширик. Вот это уже ультраширик. А то я что-то не сразу врубился. Это у нас... Должен быть первичный зум. Да, первичный зум. И тут же первичный зум. Но, как бы... Тут больше кропа. Не сравнишь. Чё-то я так их сделал. Вроде как это ультраширик. И вот тут вот... Вот тут вот. Как вы видите, номера лучше видны на Samsung. Но, в целом, картинка с включенным ночным режимом, ну, плюс-минус одинаковая. Да? Давайте посмотрим на фонари. Пятерочка. Пятерочка. Вот тут, как бы, вот зеленый немножко сладкий, а тут более четкий, да? Тут вроде более четкий, а тут все-таки расходится свет. Но тут, как бы, то, что он более четкий. Ну, то есть, видите, он такой кривой, а тут более натуральный. Эх, Димас, нафоткал, да? Ну, суть в том, что все равно посмотреть, как это выглядит. Так, а что у нас по... По-по-по-по-по. Здесь больше кропа. Это точно был какой-то зум. Короче, вот это первичный зум. Вот так вот он выглядит. Ну, понятное дело, что первичный зум будет выглядеть на Samsung лучше, потому что, ну, на Samsung модуль такой. Вот и все. Вот так выглядит первичный зум в сравнении. OnePlus. В OnePlus все выглядит сильно лучше. Наверное, на Samsung я дернулся. Вот, чисто ради интереса. Посмотрю, насколько... Да нет, на Samsung просто на фронталочку он плохо фоткает. Так, дальше. Это с включенным ночным режимом. Фронталка. Причем, какая фишка у OnePlus? У него, когда ты включаешь в ночном... Или просто, короче, когда ты ночью включаешь фронталку, у него весь дисплей загорается белым светом. Видите? У меня все как будто подсвечено. У Samsung такого нету. Качество плюс-минус одинаковое. Но за счет того, что у OnePlus 9RT есть вот эта вот функция, с которой он включает подсветку, тут как бы смотрится немножко посимпатичнее картинка. Но в целом они одинаково фиговые обе. Да? Ну, даже здесь больше мыла. Здесь вот вроде как меньше мыла. Да? Ну да, здесь хоть что-то можно понять. А это каша. При том, что эта фотка сильно меньше. OnePlus 9RT Full HD 30 кадров. Сейчас быстренько разберемся с автофокусом. Ой-ой-ой, а что с картинкой? Что с травой? Какой-то пересвет жесткий. Ладно, сейчас немного пройдусь. Быстренько посмотрю по стабилизации. Кстати, на экране показывается, что я могу... Не могу. А больше? Приблизить я могу. Это 10х. Отдаляю. Ниже единицы не могу. Хотя странно как-то. Минус вроде нарисован. А ниже единицы не могу. На яркое солнце. Так, что у нас по мелочам? Я тут подозреваю вот это самое ближнее. OnePlus 9RT Full HD 60 кадров. Итак, сразу вернемся к автофокусу. Что-то как-то на экране такое ощущение, что все пересвечено. Самое близкое. Наверное, вот это. Так, пройдусь немного. И опять же ползунок есть. О, а 60 кадров я могу на сверхширик переключиться. Странно, на 30 не мог. Что у нас по зуму? Это 10х. OnePlus 9RT 4K 30 кадров. Итак, как всегда, сейчас быстренько посмотрим на автофокус. Почему-то вот тут, мне все время кажется, что у нас по мелочи. Вот этот самое-самое, наверное, нет. Вот так. Да, дальше. Чуть-чуть пройдусь. Прошелся. Так, я могу. Я могу на ультраширик. И я могу приближать. Тот же самый 10х. Где у нас единица? Вот у нас единица. Яркое солнце. Я уже не вижу, что он там видит. О, слушайте, можно на яркое солнце смотреть. OnePlus 9RT 4K 60 кадров. У меня такое ощущение, что он картинку кропнул. И, ну, наверное, для плавности. Сейчас мы быстренько посмотрим, что у нас тут по... По... А, я фокус смотрю. Ну, подтормаживает сама картинка. По крайней мере, на дисплее смартфона. Так. Ух ты! А, нет, это не ультраширик. Ну, что-то я переключился. Странно. Так, зумануть же могу. Могу. Ну, это... Кроп кадра. Вот. Это единица. Что у нас по яркому солнцу? Вот так вот он видит яркое солнце. OnePlus 9RT. Фронталочка. Full HD. Насколько я понимаю, 30 кадров. Единственное, что можно сделать, включить в настройках там какую-то стабилизацию. Но тогда просто кропается кадр. Так, сейчас я немного пройдусь. Буквально вот сюда я прошелся. Вот так. Это вы что у нас пожили? Ой, слушайте, мне кажется, что вот, по крайней мере, на экране смартфона желейки нет. А то яркое солнце светит. OnePlus 9RT. Full HD. 30 кадров. Вечерняя съемка. Так, я могу на ширик. Могу приблизить. 10Х. OnePlus 9RT. Full HD 60 кадров. Вот так вот, в принципе, по крайней мере, на экране смартфона выглядит неплохо. Это ширик. Это приближение. OnePlus 9RT 4K 30 кадров. Чуть-чуть пройдусь, а туда-сюда. Так, могу ли я вниз? Да, я могу на ширик. Я могу приблизить. Ну, такое себе. OnePlus 9RT 4K 60 кадров. Чуть-чуть пройду, посмотрю. Могу на ширик. А, нет, не могу на ширик. Могу только приблизить. Ну, такое себе. Это единица. OnePlus 9RT. Фронтальная камера. Full HD 30 кадров. При включении фронталки ночью. Он включает вокруг экрана такое белое все, чтобы она, типа, рожу лучше подсвечивала. Красная камера. Продолжение следует...